В Манчестере на стороне Олд Траффорд собралось 68 тысяч зрителей, чтобы воочию лицезреть матч 37-го тура 2003-2004 годов. Манчестер Юнайтед против Челси. Главный арбер матча Стивен Беннетт. А это главные тренеры команд. Вы их прекрасно знаете. Алекс Фергюсон, сэр Алекс. Слева и итальянец Клаудио Раньери. Справа главный тренер лондонского Челси. Сразу хочу сказать, что у Клаудио Раньери это был последний сезон в лондонском Челси. Уже с сезона 2004-2005 годов команду начнет тренировать португалец Жозе Мориньо. Но в тот день, 8 мая 2004 года, именно Клаудио Раньери привез в Манчестер свой клуб. Составы. Начнем с гостей футболистов Челси. В воротах Карла Кудичини, 23 номер. Защитники. 15-й Марио Мельхиот. 29-й Роберт Хут. 26-й Джон Терри. 18-й Уэйн Бридж. Полузащита. 30-й Еспер Грюнкер. 8-й Фрэнк Лампорт. 4-й Клод Маккелеле. 10-й Джо Коул. 14-й Жереми. Нападение. 22-й номер. Эйдур Смари Гудинсен. Ну, номинально в тот день у футболистов Челси был один нападающий. Это Эйдур Гудинсен. Манчестер в воротах. Тимоти Ховард. 14-й номер. Защитники. 2-й Гарри Невилл. 8-й Уэсли Браун. 27-й Микаэль Сильвестер. 22-й Джон Оши. Полузащита. 11-й Райан Гиггс. 3-й Фил Невилл. 24-й Даррен Флетчер. 18-й. Вот он. Рыжеволосый принц, как его называют. Пол Скоус. 7-й Криштиану Роналду. Нападение. Тоже, как и учился. 1-й форвард. 10-й. Рут Ван Нистелрой. Человек-гол. Гарри Невилл рвется по правому флангу. Врывается в штрафную. Делает простыльный передач и удар по ротам. Первая опасная атака, которую мог завершить капитан Манчестер Юнайтед Райан Гиггс. Эти два футболиста до сих пор радуют своей игрой в составе Манчестер Юнайтед. Смотрите, какой хороший момент был у ворот Челси. А это главный тренер, тогдашний главный тренер справа. Швед Свен Йоран Эриксон. А рядом с ним справа, то есть в центре кадра, был Денис Уайс. Многолетний капитан лондонского Челси. Но уже, уже ушедший из команды, закончивший свою великолепную игровую карьеру. Футболисты Манчестер атакуют и удар по ротам наносит полскоус. Отлично играет Карло Кудичини. Карло Кудичини сегодня второй вратарь в лондонском Челси. Вы знаете, что пост номер один за собой застолбил чех Петер Чех. Чехов очень много, вратарей Чехов очень много в сборной Чехии. Вот такая тавтология. Вы знаете, что и в российском футболе великолепно защищает ворота Владигасковского луча от Чех. Однофамилец прекрасного чешского голкипера. Вот столько слов Чех, Чех, Чех. Но что делать? Рудван Нистелрой был на ваших экранах. Сегодняшняя гроза нападения мадридского Реала. Уэсли Браун пасует на Микаэля Сильвестра. Эти два защитника тоже в строю у Манчестер Юнайтед. Эдур Гудинсен, 22 номер, защищающий ныне цвета испанской Барселоны. Пол Скоус, передача на Райана Гиггса. Райан Гиггс пасует на левый фланг на Криштиану Роналду. Криштиан Роналду, Криштиану Роналду. Великолепный вингер сборной Португалии и Манчестер Юнайтед. Посмотрите, какой хитрый удар нанес португалец в дальний верхний угол. Ну что это была, подача или сознательно вот так бил Криштиану Роналду, видя, что чуть-чуть вышел из ворот Карла Кудичини. Вы знаете, это был удар. Именно туда, в верхний угол, в дальний верхний угол метил Криштиану Роналду. Жереми, камеревнец Жереми сейчас в атаке. Он отвечает за левый фланг полузащиты лондонского Челси. Жереми сегодня нет в команде. Жереми ушел, ушел в Нью-Кассел по свободному трансферу. Причем ушел вот в июле 2007 года, проведя в Челси 4 великолепных сезона. Футболисты Челси атакуют. Опасный момент. Грюнкер, удар. И на пути мяча вырастает Микель Сильвестер. Тут же подхватывает мяч к Криштиану Роналду. Его атакует Марио Мельхиот. По левому флангу мчится Криштиану Роналду. И два футболиста Челси. Три, даже три футболиста Челси сообща останавливают португальца. Но останавливают с нарушением правил. А мяч подхватил после того, как Криштиану Роналду упал. Центральный защитник Челси Роберт Хут. Сегодня играющий за Мидлсбром. Ушел он из Челси. Был продан в этот клуб за 6 миллионов фунтов стерлингов. Высоченный, 192 сантиметра рост. Выходец из дубля Челси. Селекционеры которого высмотрели его в матчах за юношескую сборную Германии. Уроженец, кстати, ГДР. Бывший, естественно, ГДР. Переехал в Лондон в 16 лет. Играл на позиции центрального защитника. И охотно подключался в атаку. Кстати, Клаудио Ронери использовал его и в роли центрального нападающего. Последите за ним. 29-й номер. Очень интересный футболист. Он выступал за сборную Германии на Чингтонте мира 2006 года. Райан Гиггс делает пас на Пола Скоуза. Какая стремительная игра идет. И вот опаснейший момент. Но положение вне игры. Эйдор Гудинсон получил пас, находясь в овсаде. Давайте посмотрим, был ли овсайд. Да, был овсайд чистейший. Овсайд, но все равно весьма рискованно расположились на одной линии защитники Манчестер Юнайтед. И если бы исландец был чуть-чуть повнимательнее, то, как знать, овсайд его не было. И Эйдор Гудинсон такие моменты щелкает, как орехи. Футболисты Челси продолжают атаковать. Подача в штрафную. Удар. И мяч упускает американский гонкипер Манчестер Юнайтед Тимоти Мэтью Ховард. Два слова об этом вратаре. Очень интересный кипер. Родился он в Нью-Джерси в семье афроамериканца и Венгерки, которая бежала в США в 1956 году после кровавых событий. Кстати, сегодня Ховард защищает ворота ливерпунского Эвертона. В феврале был выкуплен трансфер Амерсисайдсами за 3 миллиона фунтов стеллингов. Подача в штрафную. Убивается мяч. Из предела штрафной. Грюнкер бьет. Гол. Потрясающий гол. С правой ноги. С левого фланга. Датчанин Еспер Грюнкер открывает счет в матче. Великолепный удар. 1-0. 1-0 ведет лондонский Чалси. И этот гол забивает Еспер Грюнкер. Вы знаете, по траектории удар был похож на тот, которым Датчанин забил гол в полуфинальном матче Лиги Чемпионов с Монако. Посмотрите, какой удар. С правой в дальний верхний угол. Великолепный удар. Да. А ведь этот матч чрезвычайно важен был прежде всего для Манчестера. Почему? Да потому что к этому матчу после 36 игр Челси и Манчестер набрали, соответственно, 75 и 71 очко. Сейчас, простите, атакую футболисты. Манчестер Юнайтед и падает Пол Сколс. Пол Сколс. Пенальти? Нет. Стив Беннетт выносит предупреждение Полу Сколсу за симуляцию. Давайте посмотрим этот момент еще раз. Рут Ван Нистелрой. Гиггс бьет, отбивает. Карла Кудичи не успевает. Ван Нистелрой к этому мячу. Ну и вот здесь, да, вы знаете, симуляция со стороны Рыжего Принца. Если и коснулся, ну, Клод Макереле, Полу Сколса. Только во сне, только в мечтах манкунянцев. Стив Беннетт находился рядом и сразу же вынес предупреждение. Ну а здесь что? А здесь предупреждение о Роберту Хуту. Нет, считает Стив Беннетт, пенальти. И в этом случае не было. Даррен Флетчер уходит от немца. Да, нарушение было в метре от штрафной площади. Опаснейший штрафной. Бьют футболисты Манчестер Юнайтед. Кристиан Роналду. И мяч попадает в голову Джону Терри. Гарри Невилл. Пол Сколс. Гарри Невилл. Передача на Флетчера. Тот играет на Гарри Невилла. И подача в штрафную. Опасно. Атакует Манчестер Юнайтед. Так вот я продолжу. 75 очков было у Челси. 71 у Манчестер Юнайтед. Практически в этом матче определялся вице-чемпион Англии. Да-да. Потому как первую строчку застолбил за собой лондонский Арсенал. Который стал в том сезоне чемпионом премьер-лиги. И замена уходит с поля Пол Сколс. А меняет его французский нападающий Луиса, пришедший в Манчестер Юнайтед из другого лондонского клуба Фулхэм. Пол Сколс, получивший желтую карточку за симуляцию штрафной площади Челси. Атакуют футболисты Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду. Делает прострельную передачу. Выбивается мяч из штрафной. Снова атака Манчестера. Снова Криштиану Роналду. Подает в штрафную. Оши. И на сей раз Стив Беннетт назначает 11-метровый штрафной удар в ворота гостей. Нарушение со стороны немца Роберта Хута. Не поспел он за французом Луиса и буквально срезал его. Смотрим еще раз этот момент. Да, нарушение было. Стив Беннетт назначает пенальти. Бьет Рут Ваннистелрой. Разбег. И великолепно. Просто фантастически играет итальянец Карло Кудичини. Отразив 11-метровый орудо Ваннистелрой. Довольно редкое зрелище. Мы с вами наблюдаем. Голландец не забивает точки. Но, прямо скажем, удар у него не совсем получился. Итак, после первого тайма Манчестер Дюнатед Челси. 1-0. Ведут гости футболисты Челси. Мы снова с вами в Манчестере на стадионе Олд Траффорд. 8 мая 2004 года. Манчестер Дюнатед принимает Челси. После первого тайма гости футболисты Лондона ведут со счетом 1-0. Этот пока единственный мяч в ворота хозяев поля забил Есперт Брюнкер на 17-й минуте. Великолепным ударом метров с 14 в дальнюю девятку. Но у монкунянцев была возможность сравнять счет. Однако Рутван Нистелрой не реализовал пенальти, который назначил главный арбитр матча Стив Беннетт в ворота Челси за нарушение немца Роберта Хута, центрального защитника, против француза Луиса, который заменил еще в первом тайме пола с Коузом. Итак, 1-0. Я уже говорил, что эта игра чрезвычайно важна прежде всего для футболистов Манчестера. Чемпионом уже стал в том сезоне за два тура до финиша лондонский Арсенал. А вот Челси и Манчестер Дюнатед вели борьбу за второе место. Челси после 36 игр. Рик Кантона. Посмотрите, вот он Рик Кантона на трибунах Уолл Траффорда. Герой Манчестер Дюнатед. Легенда. Итак, Челси имел преимущество перед Манчестером с 75 очками против 71. Манчестер шел на третьем месте. И в случае выигрыша в тот день у лондонского Челси, Манчестер вплотную приближался к аристократам. Но вот видите, Клаудио Раньери в свой последний сезон, а уже клуб принадлежал российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, вывел команду на очень приличный уровень. Гудюнсен, посмотрите, Гудюнсен имел великолепную возможность забить второй мяч в ворота Манчестер Дюнатед. Но блестяще сыграл Тимоти Ховард. Вратарь Манчестер Дюнатед. Смотрим еще раз, видите, как Гудюнсен легко ушел и от Уэсли Брауна. Грюнкер делает отличную переначу на исландца, позиционно ошибся здесь Уэсли Браун и Гарри Навилл прошмагнула. Вот Роман Абрамович с собственной персоной, владелец лондонского Челси, смотрит за своим клубом. В том сезоне, забегая вперед, скажу, в последнем сезоне, когда команду руководил Клаудио Раньери, Челси занял второе место, самое высокое место за время выступления в премьер-лиге. Ну а сейчас мы видим с вами красную карточку, которую Стив Беннетт адресует немцу Роберту Хуту. Второе предупреждение. Смотрим еще раз. Здесь грубо ошиблись защитники Челси. Прежде всего, неправильно заняли позицию, ничего не оставалось Хуту делать, как нарушать правила. Вот передача, великолепная передача Джона Оши. И здесь в опорную ногу врезается Роберт Хут. Сносит Рудо Ваннистелроя, который выбегал один на один с Карло Кудичини. В любом случае, красная карточка не будет даже первого предупреждения у немца, потому это был фол последней надеждой. Никто Рудо Ваннистелрою не смог бы помешать выйти один на один с Карло Кудичини. Вот вам, пожалуйста, случилось это на 73-й минуте. Райан Гиггс. Штрафной удар. Луи Саа. Один из авторов. Удар в ворот. Один из авторов назначения пенальти в первом тайме. Нам не случайно показывают Роберта Хута, Луи Саа. Помните, в первом тайме Роберт Хут нарушил правила против француза, после чего Стив Беннетт назначил пенальти. Ну, бесспорный, безусловный пенальти, так же, как и бесспорное нарушение правил Хута и бесспорное удаление. Карло Кудичини, герой, безусловный герой матча. Замена вполне оправданная, вполне логичная замена. Вместо Марио Мельхиота появляется Глен Джонсон. Видимо, Марио Мельхиот защитник, видимо, подустал. И мы с вами видим, что его меняет Глен Джонсон. Молодой парень, ему 20 лет. Даже тогда, на момент матча, ему не было еще 20. Он в августе родился, а матч проходил в мае. На 74-й минуте он заменил Марио Мельхиота. Пришел он из Милуола, из Вестхэма. В Милуоле у него была аренда. Так вот, он пришел из лондонского клуба Вестхэм Денетт. За 6 миллионов фунтов был куплен. Очень талантливый крайний защитник. Да, безусловно, здесь решил укрепить свой правый фланг Клаудио Раньери. Марио Мельхиот проигрывал борьбу Криштиану Роналду. Поэтому вышел Глен Джонсон. Сейчас подача в штрафную. Опасный момент. Удар. Гол. Одна из погрешностей Карла Кудичини в этом матче. 77-я минута. Вместо того, чтобы выбить мяч кулаком, Карла Кудичини пытался поймать его. И столкнувшись с игроками, смотрим, довольно досадный гол. Сейчас влетает в ворота лондонского Челфи. Пожалуйста, смотрите, вот момент. Сейчас будет подача. И вот здесь Карла Кудичини сталкивается со своим защитником. Очень обидный. Причем сталкивается с Джоном Терри. Джон Терри оказался невольным виновником. Вот этого, видите, подсел под вратаря. Здесь получилась такая несогласованность между голкипером и центральным защитником. И вот, пожалуйста, такие моменты не прощает Рут Ван Нистелл Рой. 1-1. 77-я минута. Тут же сэр Алекс усиливает атакующую мощь своей командой вместо Фила Невилла. Сегодня Фил Невилл играет так же, как и Ховард за ливерпульский Эвертон. Так вот, тогда, 4 мая, сэр Алекс выпускает на 78-й минуте. Сразу после того, как Рут Ван Нистелл Рой сравнял счет. Вместо Фила Невилла чемпиона мира 2002 года бразильца Жозе Клаберсона. Жозе Клаберсон Перейра. А это Джо Коул тоже ушел с поля. Сейчас я вам скажу, кого он заменил. Кто, вернее, его заменил, а вышел вместо него на 78-й минуте. Просто нам эту замену не показали, так как все было сосредоточено на Клаберсоне. Вышел Скотт Мэтью Паркер. Футболист, пришедший в Челси в январе 2004 года. Из лондонского Чарльтона атакуют. Манкунянцы пытаются вырвать победу. Пытаются, но лондонцы стоят насмерть. Рут Ван Нистелрой в том сезоне провел 32 матча. Забил 20 голов. Но вот один гол из 20 мы с вами видели, который он провел после досадной оплошности Джона Терри и Карла Кудичини. Но в большей степени здесь, конечно, виноват вратарь Карла Кудичини. Райан Гитц сейчас на эмоциях спорят с арбитром. И вот еще одна замена. Меняет Клаудио Раньери Еспера Грёнкера, автора первого гола. Напомню, что он забил этот мяч на 19-й минуте в первом тайме. Так вот, меняет он его на Бабаяро. Селестен Бабаяро защитник уходит. Атакующий ховбек. Выходит защитник. Олимпийский чемпион 96-го года в составе сборной Нигерии. Еспер Грёнкер. Сегодня он выступает за датский клуб Копенгаген и входит в сборную Дании. А тем временем футболисты Манчестер Дунаетет идут вперед. Рутван Нистеллорой. Передача на Сильвестра. Удар. Луиса. Луиса пытался поточнее пробить. Сейчас обыгрывается, как говорят футболисты. Рутван Нистеллорой с Сильвестром, пришедшим к границе штрафной площади Челси. Еще одна замена. Уходит Криштиану Роналду. И вместо него Улий Гуннер Сульшер. И вот Сэр Алекс. Сэр Алекс тоже кидает в борьбу нового нападающего. Улий Гуннер Сульшер. Лучшая запасная часть Манчестер Дунаетет. Он вышел на 87-й минуте. Интересно, что Улий Гуннер Сульшер на тот момент провел 230 матчей за Манчестер Дунаетет. И интересная деталь. Из этих 230 матчей 84 раза Сульшер выходил на замену. И тем не менее, несмотря на то, что он не всегда попадал в стартовый состав, он успел наколотить более 100 голов за Манчестер Дунаетет. Показатель, надо сказать, очень и очень высокий. Все делал Сэр Алекс, чтобы вырвать победу у лондонского Челси. Но, надо сказать, что Клаудио Раньери очень здорово подготовил эту команду. Тем набедней было его расставание с лондонским Челси. Но Жозе Муриньо уже получил приглашение. Жозе Муриньо, один из самых титулованных на тот момент тренеров Европы. Вы помните, что он выиграл спорту. Два года подряд выигрывал престижные европейские кубки. Сначала кубок УЕФА, а затем Лигу Чемпионов. И Роман Абрамович пригласил Жозе Муриньо вместо Клаудио Раньери. Рвется вперед. Это Паркер. Один из лучших на тот момент опорных полузащитников в английском футболе. Стив Беннетт показывает, что из-за боковой будут сбрасывать футболисты Манчестер Дунаетет. Да, Манчестер Дунаетет в том сезоне занял для себя непривычно низкое место. Второй раз за Премьер Лигу он был только третьим, уступив лондонскому Челси и Арсеналу. Арсенал чемпион, Челси второе место, Манчестер Дунаетет третье. Но в том сезоне, в сезоне 2003-2004 годов, Манчестер Дунаетет выиграл Кубок Англии, победив другой столичный клуб Милуолл со счетом 4-0. Тогда блестяще отыграл Криштиану Роналду, был одним из авторов голов в финале. Но это будет чуть-чуть позже, в мае, в конце мая. А здесь, в начале мая, Манчестер Дунаетет в борьбе за серебряные медали, за титул вице-чемпиона Англии, так и не смог переиграть лондонский Челси. Идут последние минуты матча. 1-1. Эта ничья, по сути, да не по сути, а стопроцентно, гарантировала лондонскому клубу титул вице-чемпиона Англии. И путевку в Лигу чемпионов. Итак, на 19-й минуте Еспер Грюнкер открыл счет. В первом тайме Рутван Нистолрой не использовал пенальти, но он же на 77-й минуте сравнял счет. 1-1. 8 мая 2004 года. Манчестер Юнайтед Челси.